Коллеги, студенты, гости сегодняшнего мероприятия. Прошу всех встать. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу всех сесть. На юридическом факультете Казанского федерального университета сегодня знаменательное событие. В храме науки состоится презентация книги «12 апостолов права», автором которой является председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по законодательству, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Крашенинников Павел Владимирович. Мы рады приветствовать всех, кто выразил свое желание и готовность быть сопричастным этому знаменательному событию. Сегодня здесь присутствуют представители правоохранительных органов, органов государственной власти, представители университета. И мне хотелось бы назвать сегодня здесь присутствующих. Министр юстиции Республики Татарстан Гришина Лариса Юрьевна. Глухова, извините. Глухова, извините. Зам генерального директора ООО «Генерирующая компания» Софиолин Дамир Харонович. Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Гафаров Роман Фагимович. Заместитель председателя Верховного суда по уголовным делам Республики Татарстан Беляев Максим Владимирович. Судья Верховного суда Республики Татарстан Шакирьянов Рафель Валиевич. Первый заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Шерифульн Рамиль Анварович. Председателя обретражного суда Республики Татарстан Новиков Николай Алексеевич. Председатель Федерального арбитражного суда по волжскому оборудованию Глазов Юрий Владимирович. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Ильясов Радик Мударисович. Зампредседателя Верховного суда Республики Татарстан Хайрулин Марат Мазготович. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель Верховного суда Республики Татарстан Гелазов Ильгиз Идрисович. Извините, уважаемые коллеги, если ты кого-то не назвала. Демидов Виктор Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый проректор Казанского Федерального университета Минзарипов Риазгаталович. АПЛОДИСМЕНТЫ Научный руководитель юридического факультета Тарханов Ильдар Абдухакович. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно же, те, без кого, наверное, сегодняшняя встреча тоже не состоялась бы, это представители издательства «Статут» Самойлов Кирилл Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ И для приветственного слова я приглашаю сюда первого проректора КФУ Минзарипова Риазгаталовича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемый Павел Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне от вашей имени сердечно приветствовать в стенах нашего университета от имени сотрудников, преподавателей университета, от имени ректора нашего университета ЧАФУ ГАФУРОВА, нашего гостя, Крышеникова Павла Владимировича, известного политического государственного деятеля России, известного ученого, что очень нам приятно. И прошу вас поприветствовать еще раз нашего гостя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я долго говорить не собираюсь, просто хочу сказать, что Павел Владимирович приезжает второй раз, по-моему, к нам в университет, вот в 10-м году был, сейчас. И то, что он приезжает к нам с лекциями, сейчас вот будет презентация его книги, очень нужной книги, потому что правовую культуру населения надо формировать, молодежи, прежде всего. И я считаю, что это высокая оценка его, с его стороны, деятельности нашего университета, нашего юридического факультета, что меня очень радует. Я хотел бы от всей души благодарить его за это, выразить им признательность, и сказать, что мы всегда, в этом плане, Казанская юридическая школа, Казанского юридического факультета, она будет на высоте. И, видимо, Павел Владимирович, как представитель Уральской юридической школы, понимает, что наши школы всегда дружили, и вместе работают на благо законодательной системы, совершенствования правового пространства Российской Федерации. Поэтому хотел бы еще раз поблагодарить его и пожелать ему в будущем новых успехов, на благо нашей правовой системы, потому что законодатель России нуждается в совершенствовании, это мы все понимаем. Я думаю, под его руководством эта работа будет идти успешной, творческой, и чтобы он был всегда здоров, и всегда почаще привелся среди нас. Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, уважаемый Павел Владимирович, мы вновь встречаемся вот в этом зале. Приезд людей такого уровня, такого научного ранга, такого обаятельного государственного и общественного деятеля, как говорили сейчас, очень важное событие для факультета. Мы сегодня вот чуть-чуть коснулись этой темы. Я думаю, что этот зал, он торжественный, встречаться надо всегда здесь, это понятно, хотя у нас есть более такие обширные места, помещения, где встречается до тысячи студентов, но здесь вот эти встречи, они являются особо значимыми и для нас, тех, кто работает на юридическом факультете, и для студентов, конечно, в первую очередь. Потому что, надо сказать, что книги сейчас современные студенты не так читают, как мы читали, потому что это был единственный источник, бумажный носитель. Сейчас все информационное поле преобразилось, но видеть вживую одного из обидно будет, не обидно, я не знаю, Акынов, Аксакалов, цивилистики, несмотря на его возраст, это очень важная тема. То же самое можно сказать в отношении преподавателей факультета, хотя мы давно знаем и уважаем профессора Крашенинникова и по его работам, и по его человеческим качествам. Я думаю, что вечер сегодня Павел Владимирович проведет в дороге, но если ему не будет трудно, я бы просил от имени преподавателей факультета и студентов довести до Екатеринбурга самые добрые пожелания от Казанской школы юридической, научной и образовательной школы. Мы дружим, мы поддерживаем очень теплые отношения с Уральской школой. Я думаю, что нашим коллегам в Екатеринбурге тоже будет приятно услышать вот эти теплые, искренние слова от коллег из Казани. Я еще раз хочу поблагодарить представителей судейского корпуса, председателя Верховного суда Республики Тарстан, председателя арбитражного суда за то, что они посещают эти мероприятия. Это очень важно для нас еще и потому, чтобы убедиться, что мы всегда поддерживаем теплые, хорошие деловые отношения с правоохранительными органами, с органами государственной власти. Я еще раз хочу выразить слова искренней признательности вам, Павел Владимирович. Желаю вам хорошо провести вот это небольшое время, которое здесь очень рассчитано на то, что когда-то вы приедете сюда и на несколько более длительный срок для того, чтобы читать лекции, встречаться со студентами, отдыхать. У нас все хорошо в Республике, выборы хорошо прошли, поэтому никаких волнений, три волнения не будет. Спасибо вам большое. Аплодисменты Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько неожиданно, когда принимают участие руководство, так аппарат обычно скромно исполняет функции, которые нам положены. Я просто, как выпускник нашего любимого юридического факультета, хотел бы поприветствовать всех наших уважаемых учителей, низко всем поклониться, у кого мы здесь учились и делали первые шаги, и пожелать всем от Ассоциации юристов России отличного настроения, плодоторной работы сегодня. Мы всегда рады вас приветствовать, видеть на наших мероприятиях и готовы и дальше активно работать с нашими ведущими юридическими школами. Спасибо. Спасибо. Представители представительства главные друзья юридического факультета, они, может, тоже люди, которые поучаствовали в наибольшей степени в этом мероприятии, для того, чтобы оно состоялось, мне хотелось бы пригласить сюда со мной, Материна Ивановича для Доброе утро, дорогие друзья. Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить руководство университета и, конечно, руководство юридического факультета за организацию этого мероприятия, презентации нашей. Я знаю, что было нелегко, но кто не любит трудности, тот ничего не добивается. Наверное, мне нужно небольшой мостик перекинуть от Павла Владимировича как государственного деятеля к Павла Владимировичу как нашему автору. Наверное, мало кто знает, что... Нет, все знают, что Павла Владимирович автор издательства «Статут», все знают восемь изданий жилищного права, наследственного права, семейного права, комментарий гражданского кодекса. Но, наверное, никто не знает, что первой книгой издательства «Статут», которая вышла в 1996 году, уже 20 лет назад, были сделки с жилыми помещениями. Такая тоненькая, серенькая книжечка, которую написал Павел Владимирович Кошененников. То есть это первый наш автор. То есть, собственно говоря, фактически с него началось, можно сказать, издательство. Потом был арбитражный процесс Шерстюка, и потом уже началась классика российской цивилистики. Вот такая хронология событий. Вот. Ну, тем не менее, конечно, все эти годы мы дружим, все эти годы мы сдаем книги, комментарии, и очень неожиданно было вот то, что Павел Владимирович решил написать книгу «12 апостолов права». Конечно, сейчас, безусловно, мы можем сказать, что для нас это проект года, возможно, даже проект десятилетия, потому что, ну, кроме этой книги, собственно говоря, эта книга только предвосхищает 12 книг, которые уже начали выходить в издательстве, и которые в течение этого года выйдут в свет. То есть каждый апостол, про который Павел Владимирович расскажет, будет представлен собственной книгой, ну, изданием, которым мы сейчас занимаемся. Вот. Поэтому, конечно, это для нас тоже очень неординарное событие. Мы хотели бы поблагодарить Павел Владимировичу, что он с нами дружит, что он не издается в других издательствах, это очень важно для нас. Вот. Ну, поэтому сейчас, перед тем, как передать Павел Владимировичу слово, чтобы он уже рассказал про свою книгу, буквально несколько организационных моментов, если позволите. Значит, у нас времени не очень много, наверное, минут 40-50 будет лекция, потом будут ответы на вопросы. Для автора и для издательства очень важно, чтобы задавали вопросы, если можно, в письменном виде, потому что эти вопросы будут опубликованы на сайте. У книги есть собственный сайт, на котором будут опубликованы вопросы. На какие-то Павел Владимирович успеет ответить, на какие-то нет. Но, наверное, все захотят, ну, многие захотят подписать книгу в конце. Давайте делаем так, что тот, кто задал вопрос в письменном виде, имеет приоритет в подписании книги. Но это по-честному, я думаю, будет. Большая просьба подписываться, фамилии, имя, что на листочках перед тем, как сдать вопрос Павлу Владимировичу. То есть регламент такой, лекция, потом ответ на вопросы, потом Павел Владимирович будет подписывать книги. На подпись книг, наверное, 30-40 минут будет не больше, поэтому вот приоритет тем, кто задает вопросы. Спасибо большое, Павел Владимирович. Вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно, что даже у меня монитор здесь показывает, что, видимо, я буду говорить. Вот и спасибо. Как все в Казани, все рассчитано. Спасибо, уважаемые коллеги. Уважаемый Риас Гатаулович, уважаемая Лилия Толгатовна, уважаемый Ильдар Абдулханович. А у меня можно вот это выключить? Это я не к вам. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, дорогие студенты, уважаемые преподаватели, коллеги с Государственного собрания. Очень приятно видеть коллег, коллеги из правоохранительной, судебной системы. Спасибо, что пришли. Я считаю, что, конечно, для меня это новая немножко сфера. Как уже было сказано, на самом деле, я достаточно много участвовал в написании разных книг. Это в основном, конечно, гражданское, жилищное, семейное право. У нас были издания, которые били рекорды и по тиражам, и по изданиям. Но вот как-то, видимо, с возрастом, что ли, уже как-то начинаешь думать, а вот как учителя, которых даже, может быть, мы и не знали, а только слышали, как те учителя, у которых мы учились, но уже ушли, как вот они смотрели на право, как они приходили к праву, как они, в общем-то, за счет чего это было? За счет каких знаний, за счет каких жертв? И, конечно, с этой точки зрения, конечно, мне было это очень интересно. И с учетом того, что все-таки у меня есть, во-первых, личная библиотека, неплохая, во-вторых, есть возможность, и мне доверяют в различных библиотечных ресурсах, например, библиотека имени Ленина, она сейчас так не называется, например, национальный архив и так далее, и так далее, у меня есть возможность, конечно, получить те экземпляры книг, которые, ну, может быть, в единичном экземпляре даже есть, и даже дают на дом, допустим, на ночь. Вот, и с этой точки зрения, конечно, я посчитал возможным и необходимым воспользоваться вот этим всем, всеми возможностями и выразить это, попробовать написать. Что-то, какие-то первые были попытки, а потом вот решил систематизировать и попытаться провести идею, право за 200-летний период именно в лицах. И эта именно книга посвящена именно лицам, которые за 200-летний период создавали право, несли его, развивали, и, конечно, именно поэтому книгу-то я и назвал «12 апостолов право». Апостолы – это, как известно, послы, и в данном случае это как раз послы права, те люди, которые несут это учение, те люди, которые ведут за собой учеников, несмотря ни на какие трудности. И это, кроме всего, таких людей у нас достаточно много. Это, кроме всего прочего, те люди, которые не только несли это учение и излагали его в своих трудах, все они этим занимались, но это также люди, которые влияли на государство, на общество, занимая те или иные какие-то должности или просто продвигая какие-то идеи, которые потом формировались и выражались в каких-либо реформах, в каких-либо изменениях в нашем государственном строе, в нашей правовой системе. И, конечно, надо сказать, что в этой правовой системе вот за этот 200-летний период надо сразу, наверное, сказать о том, что, безусловно, казанский вклад здесь чрезвычайно просто выдающийся. И, конечно, мне очень приятно находиться в университете, мне очень приятно находиться вот в этом зале, старинном, знатном таком помещении. И, конечно, спасибо большое и факультету, и университету, ну и, конечно, республике. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно, вчера был официальный релиз этой книжки, вчера официально мы в российской газете ее представили. И, конечно, когда выбор был, куда в первую очередь ехать, конечно, он был связан, во-первых, с хорошими отношениями с Казанским университетом, с юридическим факультетом, ну и, во-вторых, был связан с тем, что здесь действительно были выдающиеся юристы. И эта книжка, я не думаю, что у меня будет возможность про всех апостолов говорить подробно, но она начинается с Гавриила Романовича Державина, с человека, который, в общем-то, я его назвал предтечей, человек, который родился здесь, в Казани, человек, который, в общем-то, кстати говоря, все вот герои очерков, они, естественно, рождались для того, чтобы жить. Они выходили в свет, чтобы жить, работать. Никто не менялся, не пытался менять государство, общество, право. Это все происходило исходя из своего опыта, образования, исходя из того, кто у них были учители. Так вот, Гавриил Романович, конечно же, человек, который, по сути своей, имел самопальное образование, юридическое. Он его получил, исходя из своего жизненного опыта, исходя из понимания, что такое закон и как можно ли без него жить. И с этой точки зрения, конечно, наверное, первый опыт он получил именно тогда, когда возглавлял спецотряд при подавлении Пугачевского восстания и когда ему, как человеку достаточно грамотному и человеку, который мог что-то написать, были поручены самые различные мероприятия, в том числе проведение каких-то собраний. Он делал протоколы, делал выступления, в том числе у него было право выносить приговоры в чрезвычайных ситуациях. Он их готовил. Иногда были случаи, когда я сам приводил в исполнение. Он под его началом вся шла вот эта статистика связанная с тем, сколько жертв, сколько взяли в плен с той и с другой стороны. И все это было на его плечах. И с этой точки зрения, конечно, он сам по ходу дела научился вырабатывать какие-то правила и пытался их устанавливать. Мы знаем, что Пугачева не поймали, его сдали свои же. Это известная история. В этой книжке написано, чем все это закончилось. Закончилось это, естественно, террором уже в отношении крестьян, даже тех, которые не участвовали в этих пугачевских восстаниях. Именно в это время как раз говорил Романович, он ушел с армии и в терроре он уже не участвовал. Он не считал возможным неправовыми способами как-то влиять на ситуацию в стране. И мы знаем, что Гаврил Романович был великий поэт, но в данном случае поэзия его затрагивается в данной книге. Затрагивается его исключительно только с тех позиций, когда это влияло на формирование его отношения к праву. Здесь, в отличие от других работ, посвященных Гаврилу Романовичу, вы не увидите обильного количества стихов, они есть, но все-таки их немного. И, конечно, я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать, здесь не житие конкретных людей, а житие по отношению к праву, житие по отношению к закону. И вот Гаврил Романович, он потом был, работал на разных государственных должностях, он дважды был губернатором, он был первым министром юстиции, и, вы знаете, вот постепенно для него в одном ряду император Всевышний и закон, это было вот три вещи, которые он вывел для себя в конце своей жизни. И мы знаем, каким он был министром юстиции, он благодаря тому, что четко следовал тем правилам, которые существовали, он достаточно часто конфликтовал и будучи губернатором, и будучи каким-то высоким должностным лицом, но, естественно, министром юстиции, когда стал, он очень много успел поконфликтовать с различными очень высокими людьми, и изорвение, собственно говоря, было и отправлено в отставку. Так что, представители министерства юстиции, имейте в виду, все должно быть в меру, но, на самом деле, конечно, эта жертва была правильна, потому что он реально приводил примеры и казнократства, как сейчас говорят коррупции, приводил примеры других тяжких преступлений, которые большие люди совершали, большие с точки зрения должности, по-человечески-то понятно, какие они большие. И, конечно, вот я его назвал в данном случае предтечей. Второй герой наших очерков это Михаил Михайлович Спиранский, человек, который, в общем-то, также из низов, родившийся, у него даже не было фамилию, фамилии ему в церковной школе дали вот эту фамилию, Спиранский, это подающие надежды. Человек, который, в общем-то, удивительно с помощью своего трудолюбия и с помощью какой-то неимоверного каких-то знаний и памяти, он, будучи совершенно молодым человеком, он уже знал практически все философские правовые течения, все, естественно, православные, всю православную литературу и мог в себе все вот это аккумулировать, плюс прилежность и исключительная дисциплинированность. И вместо того, чтобы делать блестящую карьеру именно духовную, вот его пригласили к Кочубею, он тогда был министром внутренних дел, до этого он был другим постановником, его пригласили личным секретарем и постепенно, буквально там в течение может быть года-двух Кочубеев уже его сам посылал на доклады к высшим должностным лицам и дошло до того, что он уже к императору сам стал ездить на доклады, вот, потому что Кочубей говорил, я либо болею, либо ты все равно лучше знаешь. И человек, конечно, постепенно вот эти его либеральные взгляды, его взгляды на жизнь, на то, что что-то нужно и можно изменить, они стали реализовываться с помощью его, вот этой энергии, с помощью его трудолюбия и постепенно я, конечно, пускаю очень много различных моментов, которые очень интересны, которые в книге есть, но постепенно, говорил Михаил Михайлович Спиранский, извините, постепенно стал, в общем-то, вторым человеком в стране и фактически Александр Первый фактически с ним общался, но в день по нескольку раз они с ним обсуждали планы реформ и они с ним обсуждали различные преобразования, обсуждали тогда и крестьянский вопрос, обсуждали тогда вопросы, связанные с созданием или не созданием парламента, обсуждали тогда, но не решили, конечно же, вопрос, связанный с что делать с крепостным правом. Как раз Михаил Михайлович он смог и будучи вот таким высокообразованным и гениальным бюрократом, как его часто называют, он смог не только написать огромное количество работ, но и смог огромное количество проблем решить с точки зрения нормативных актов. Это и с точки зрения продвижения по службе простых граждан недворянского рода. Это и отмена значительной части налогов. И вопросы связанные с гражданским правом, с уголовным и так далее. И вот к тому моменту уже в самом начале 19-го, даже в конце 18-го века Михаил Михайлович решил, что нам нужно подготовить кодифицированный акт в сфере гражданского права и занимался подготовкой гражданского уложения. И у нас, конечно, были все шансы в случае его принятия, чтобы у нас после французов был второй гражданский кодекс. Но мы знаем, что в итоге у нас гражданский кодекс появился когда? Только в 1922 году. Первый кодифицированный акт гражданского права. И, конечно, вот это его власть, вот это его либеральные воззрения, его встреча с Наполеоном вместе с Александром, известная история, его вот это как бы как тогда говорили про французские настроения, конечно, в 1812 году вылились во что? В то, что было несколько доносов о том, что Спиранский шпион. И реально уже в 1812 году за вот профранцузскую такую позицию Спиранского сослали. Сослали в Нижний Новгород, знакомо, не правда ли? Вот. И долгое время он находился в ссылке, затем работал губернатором в Перми и, конечно, через какое-то время его обратно вызвали, но, конечно, как пишут современники, прежних, конечно, уже не было никаких отношений, и Александр с ним встречался, но достаточно коротко и достаточно редко. Наверное, вновь Михаил Михайлович взлетел наверх. Это когда была известная история со смертью Александра, и когда вначале Константину все присягнули, а затем присягнули Николаю. И начались различные события, в том числе декабристы здесь оказались. Вот. И, конечно, Николай, для того, чтобы все это объяснить, он издал манифест в виде брошюры. И эту брошюру поручил вначале Карамзину написать, но затем ему она не понравилась, он поручил Спиранскому. В итоге эта брошюра существует, и вот в тех книжках, о которых мы говорили, она выйдет. И в этой брошюре Спиранский как раз указал, почему именно пришел Николай, как Александр оказывается был в курсе того, что Константин не придет, и так далее. Вот. Но брошюру было повелено всем раздать, но как у нас обычно войцы ее стали продавать, и на самом деле широкого как-то прочтения она не получила, эта брошюра, и, собственно говоря, поэтому часть войск не хотела отступать от первой клятвы, которая была дана совсем недавно. Ну и вы знаете, что у нас там были еще люди, которые требовали Конституции, и люди, которые смогли в общем-то как-то аккумулировать вот это и известные декабрьские события. Но Спиранский при Николае сыграл выдающуюся роль в том, что он возглавил и подготовил свод законов Российской империи, он фактически с помощью инкорпорации и с помощью кодификации смог систематизировать все законодательство, которое было до этого, и он сделал ту работу, которую не смогли делать предыдущий император, и начинает Петра I. И этот свод законов действовал у нас достаточно долго, ну а часть 1-й, том 10-го, гражданские законы, они действовали вплоть до 1917-го года. И также надо про Проспиранского рассказать, что он на склоне лет преподавал право будущему Александру II, то есть он тогда был Александром, но еще не был императором. Это тоже, конечно, его заслуга, то, что потом произошло. Наверное, про всех, как я уже сказал, сложно будет мне сказать, просто, наверное, еще хотелось бы мне остановиться на тех представителей Казанского университета. Здесь все-таки произошли такие великие события, и мне кажется, что, наверное, надо об этом сказать. Все-таки я понимаю, что здесь присутствуют представители разных отраслей права и так далее, и так далее, но вот я все-таки цивилист, и мне очень приятно говорить, что, конечно, отцом гражданского права российского отечественного гражданского права является Дмитрий Иванович Мэйер, человек, который долго здесь преподавал, и Дмитрий Иванович был деканом факультета, я надеюсь, все-таки вас там где-то будет, а то у вас советские деканы находятся, ну и постсоветские, ну уж Дмитрий Иванович точно заслуживает, вот, и, конечно, Дмитрий Иванович, вы знаете, он сорока лет не прожил, человек, я специально делал опрос у нескольких юридических факультетов, в вузах, я спрашивал, какие три самых лучших учебника дореволюционных по гражданскому праву, все называют кого? Его, Дмитрий Иванович, дальше, Шершиневич, да, Габриэль Феликсович, и третий, Победоносцев, ни у кого не вызывает сомнения, может быть, кто-то еще назовет кого-то, но вот из трех учебников гражданского права два учебника подготовили именно те люди, которые работали здесь, в этом университете, я не знаю, работали они в этом зале, наверное, работали, вот, и, конечно, это просто потрясающе, но потрясающе еще то, что, понимаете, это человек ушел из жизни, ну, очень молодым, да, и Шершиневич-то прожил, ему 50 не было еще, и удивительно, что учебник гражданского права Дмитрия Ивановича Мэйера был создан только его учениками, он при жизни не уходил, те студенты, которые записывали лекции, они все это собрали, был такой профессор Витцин, который все это обработал, и вышло 10 изданий, до революции вышло 10 изданий, вот издательство статут выпустило тоже несколько изданий, уже после революции, уже в 90-х годах, замечательная книжка, называется, так и называется, русское гражданское право, учебник, который мы все зачитываемся, и который мы рекомендуем к чтению постоянно сейчас, он абсолютно современен, и конечно, если говорить о Габриэле Феликсовиче, Дмитрий Иванович Мэйер в книжке у меня упоминается как апостол, не как герой очерка, у меня есть там еще введение апостола, просто право, а Габриэль Феликсович, вы сейчас поймете, почему, он как герой, ему посвящена отдельная очерка, отдельная работа, специфика книги заключается в том, что можно отдельный очерк прочитать, и он как отдельная будет работа читаться, ну а если вы прочитаете все, то это будет тоже отдельное и со связью времен, и с прохождением права всех этих лиц, и Габриэль Феликсович уникальный конечно человек, он здесь преподавал торговое право, гражданское право, он написал огромное количество работ здесь, он избрался в Государственную Думу от Казани, и конечно в Государственной Думе в первой, которая проработала всего 72 дня, он умудрился достаточно много сделать, он входил, как бы сейчас называют комитет по регламенту, вот, они готовили все заседания, они готовили различные регламенты, различные всякие процедурные моменты, но при этом он активно занимался общественно-политической деятельностью, он выступал, выступал в качестве лектора, выступал в качестве просто политика в разных местах, и в Казани, и в Москве, и в Петербурге, и конечно очень был активный, и когда я читал свидетельства современников, тоже депутатов, и когда они его первый раз увидели, когда он в Думе выступал, они говорят, ну мы знаем Шершеневича, у которого есть там учебник гражданского права, торгового, по теории права, учебники и так далее, а тут вышел какой-то щупленький парень, вот, спинсная, худой, как, я просто цитирую, в нем и мяса-то нет, как писал один его коллега, и в общем мы думали, он это или не он, и в итоге все-таки подошли и спросили, это ты или не ты, тот говорит, да я это, ладно, успокойтесь, и вот когда Гавриил Феликсович работал в Думе, он написал огромное количество разных научно-популярных работ, о которых даже мы и не знаем, но которые мы узнаем благодаря издательству статут, но и некоторым участием, так сказать, вашего покорного услуги. Была такая газета, Дума, она существовала совсем недолго, вот он там тоже писал свои свои мнения на разные всякие ситуации, связанные там с правом, связанные с какими-то бунтами, с еврейскими погромами, еще с чем-то, еще с чем-то, у него были там заметки в этой газете, которая так и называлась Дума. Вот, и конечно, Гавриил Феликсович после окончания работы Думы, вы знаете, как Дума закончила свою работу первая, пришли на заседание, а там гвоздиком прибита выписка из манифеста императора, ну, типа, вы больше не работаете, все, Дума разогнана и так далее. Потом они увидели это все в газетах, и мы знаем, что было такое выборгское воззвание, где часть депутатов, причем большинство, часть депутатов подписала выборгское воззвание против, как любят, любили говорить историки в советское время, против царизма и против конкретных дел, которые в то время происходили. Но всех участников этого выборгского воззвания предали суду и всех без исключения посадили на три месяца. В тюрьму вот Габриэль Феликсович вместе с первым председателем Государственной Думы, который тоже здесь есть, Сергей Андреевич Муромцев, замечательный цивилист, замечательный очень писатель, который тоже очень много в издательстве статута сдается. Это прям как это, я не знаю, больше говорить не буду. Вот, у него тоже судьба достаточно неоднозначная и великая. И, представляете, человек, который всю жизнь писал про закон, про веру в законы, что нужно соблюдать, человек оказался на скамье подсудимых. Вот, и фактически кворум в Государственной Думе был на скамье подсудимых. Вот, в перерыве заседания сами депутаты расставили кресло так, как это находилось в Таврическом дворце, и ничего не стали делать, в общем-то, ни полиция, ничего, и, в общем-то, они так и сидели, как сидели в Государственной Думе. Вот, и надо сказать, что, Габриэль Феликсович, ну вот, Муромцев, например, написал записки путешественника в тюрьме, а Габриэль Феликсович написал общую теорию права, двухтомник, и она известная, издается, и она очень известная, работа по теории права, я считаю, одна из лучших до сих пор. Фактически, он ее написал там, и потом он ее по выходу дорабатывал, и, конечно, по выходу, и он работал, кстати говоря, в приговоре было написано, что они не имели права больше избираться в Думу, и никто из подписантов выборского воззвания больше в Думу не вошел. И, конечно, у них было клеймо вот этих политических узников, но, тем не менее, работали они все, и в том числе, Габриэль Феликсович работал и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И вы знаете, была такая история, которой, наверное, нельзя гордиться, но завершением, которой можно гордиться, ну, допустим, мне, потому что мы не знали, где похоронен Габриэль Феликсович. Долго искали, а поскольку, поскольку пришлось в хорошем смысле перебрать все его работы, включая его предсмертные записки, мы нашли в архиве, и у него было написано, что надо меня похоронить вместе, а, рядышком, цитирую, с Сергеем Андреевичем Муромцем, с моим другом. Вот, ну, где Муромцев достаточно известно, в Москве лежит, и мы в итоге провели разыскные мероприятия, очистили там, мы нашли это, его могилу небольшую, Новодонское кладбище в Москве, в центре Москвы, и если кто пожелает, то вот как будете туда заходить, с его вы увидите огромный памятник Сергею Андреевичу Муромцеву, вот, а еще левее, где-то, может быть, метров на 20, там вот как раз могила Габриэля Феликсовича Шишиневича, она маленькая, где-то вот такая вот, вот такой, вот такое надгробие, а у Муромцева, наверное, ну, не знаю, наверное, как раз вот, да, картина, наверное, вот такой памятник Трубецкого. Когда Муромцева хранили, вся Москва, в общем-то, собралась, поскольку, поскольку, как они говорили, тогда охоронили демократию на тот момент. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что нам нужно понимать Казанскую, вот, и мы сегодня говорили про Свердловскую школу, про Уральскую, про Уральскую школу цивилистики, но ведь создатели Уральской школы цивилистики, Борис Борисович Черепахин, как известно, закончил Казанский университет. Ну, конечно, умудриться надо в 17-м году закончить. Вот, он закончил в 1917-м году, был оставлен, но поскольку, поскольку здесь была всегда конкуренция на звание профессора, вот, он уехал в Томск, и там его, в общем-то, настигла гражданская война, и человек был призван в армию Колчака. Вот такая была история. Вот, но спасло образование, он там занимался какими-то, в общем-то, делами связанные с тем, что нужно что-то описывать, что-то архивировать и так далее, и так далее. Ну, вот, Борис Борисович, в общем-то, в огромных количествах, именно огромных, потому что он работал и в Томске, и в Саратове, и в Иркутске, и в Ленинграде, и я боюсь что-то забыть. Вот, в итоге он при переезде с Сибирского юридического института в Свердловск, тогда так назывался этот город, он возглавил кафедру гражданского права и, собственно говоря, основал именно вот эту самую Уральскую школу цивилистики, и лучшие работы, конечно, у него были написаны именно в тот момент. И вот эти все наши великие коллеги, и Сергей Сергеевич Алексеев, и я могу очень много причислять, они как раз были аспирантами у него, у Бориса Борисовича Черепахина. Ну и, конечно, было бы, конечно, абсолютно неправильно, если бы я не назвал Михаила Юрьевича Челышева, который тоже здесь работал, и который недавно ушел, человек, который подавал большие надежды, мы вместе подготовили несколько с ним работ, в том числе комментарии к Гражданскому кодексу, конечно, очень жалко и обидно. Что касается героев наших очерков следующих, то, конечно, надо было бы сказать о том периоде времени, который некоторые из нас застали все-таки. Я имею в виду советский, постсоветский период. Здесь герои очерков это и Владимир Иванович Теребилов, человек, который долгое время возглавлял и Министерство и Птицы, и Верховный суд, человек замечательных человеческих нравственных качеств. Здесь три человека, которые участвовали в подготовке и Конституции, и Гражданского кодекса. Это Станислав Антонович Хохлов, это Юрий Хамзатович Калмыков, и, конечно же, Сергей Сергеевич Алексеев. Сергей Сергеевич уже в 21 веке ушел. Мы недавно открывали ему памятник на могиле под Санкт-Петербургом. Он уехал туда, потому что у него супруга болела, и, в общем-то, он там прожил совсем немного, но умер именно под Санкт-Петербургом. Вот, и, конечно, надо сказать, что у них у всех, конечно, непростая биография. Я думаю, что многие, кто такой Станислав Антонович, Хохлов, может, и не слышали, но те, кто занимался, конечно, знают. Но мы с вами должны знать о том, что вот эта конституция, которую Алексеев называл «Конституция для человека» и «Конституция человека», фактически всю черновую работу и весь основной проект подготовил именно Станислав Антонович. И, конечно, и Юрий Хамзатович Калмыков и Сергей Сергеевич Алексеев сделали достаточно большое дело для подготовки к Конституции, и они действительно очень сильно повлияли. Ну, вот, вся черновая работа была на Станиславу Антоновичу Хохлове, ну, а уже работа по гражданскому кодексу, он просто был у нас мотором, и у него, конечно, ну, вот, понятия времени, отдыха, понятия, что что-то там, какие-то другие дела у него вообще, конечно, не было. И он, в общем-то, смог мобилизовать достаточно приличных с точки зрения научных людей, которые, в общем-то, и подготовили гражданский кодекс. И, как я уже сказал, у всех разная судьба. Ну, например, Сергей Сергеевич в школе у него репрессировали отца. Он был ребенком врага народа. Ушел на фронт, после фронта поступил как раз в Сурловский юридический институт с этим клеймом. Тем не менее, взяли его в аспирантуру за выдающиеся данные. Мы знаем, сколько он написал работ. Только переводных, только, по-моему, 40 работ на 40 языков. И, конечно, знаменитая его работа «Общая теория права». Но вот последняя работа, которая вышла и которую он не очень хотел, он сомневался, надо ему выпускать или нет, которую он назвал «У истоков Конституции», где он подробно пишет, кто как занимался. Книжка не очень большая. Вышла в Екатеринбурге всего в количестве экземпляров 500 штук. И, конечно, вот в этой серии, где будут по каждому апостолу избранные работы, конечно, с этой точки зрения вот эти работы я с семьей, естественно, согласовал. И вот эти работы, которые вышли вот таким малюсеньким пиражом, либо вообще не выходили, они выйдут. И они выйдут. И, конечно, вот видение, как он называл государство Молохом, вот видение Молоха и видение человека и как защищать права человека, как с помощью каких законов. Естественно, в первую очередь Гражданский кодекс. Никого не хочу убить, как еще раз хочу повторить. Вот. И, конечно, вот эти все его выдающиеся... Я просто сам вспоминаю, когда была история в 99-м году, когда Борис Николаевич Ельцин пригласил меня с требованием запретить Коммунистическую партию. А я ему объясняю, что этого делать нельзя по закону. Я не могу запретить. Вот. Должен быть суд и так далее, и так далее. Нет такого у нас в законе. И вообще, Борис Николаевич, я ему говорю, что мы подставимся. У нас накануне выборы, сейчас вы их запретите, завтра они пойдут, выиграют суд. Кто от этого выиграет-то? Вот и так далее. Но несколько раз одну встречу даже по телевизору показали, может кто-то помнит. Там она была замечательна тем, что Борис Николаевич мне сказал, что сейчас будем лицензию у партии забирать. Что же у журналистов вызвало бурный восторг. Вот. Лицензия мы знаем, да, что такое. Вот. И, конечно, с этой точки зрения через день Сергей Сергеевич отправил Бронислава Мячеславовича Гангала ко мне с письмом об обосновании, почему этого делать нельзя. Вот. И обоснование не потому, что он там как-то любит или не любит коммунистов, а он пишет о надвигающейся трагедии для страны и о предчувствии того, что было уже в 20-х, в 30-х годах или накануне войны. Поэтому, конечно, вот Сергей Сергеевич благодаря его трудам, благодаря его такой активной жизненной позиции, вы знаете, что он ушел с президентского совета после ввода войск в Течню. Вы знаете, что он бросил квартиру и уехал в Екатеринбург. Это тоже такой факт о многом говорит. И, конечно, он тоже у нас. Я, конечно, для меня большая, я никогда не думал, что возьму на себя смелость писать про таких людей, но поскольку как-то связан лично и, в общем-то, желание такое было, в общем-то, я решил это сделать. Важно, наверное, еще сказать о том, что все эти люди, 12 человек, я здесь сделал шкалу времени, кто когда родился, кто когда умер. Можете посмотреть, могу сказать, какая страница. 207-я. вот, и вы увидите, что каждый знал предыдущего и знал последующего. То есть, они все, каждый друг к другу были современниками. И это, на самом деле, в жизни же так все время и есть. И с этой точки зрения, вот эта нить времени, нить права, она проходит через них, через нас. И на самом деле, конечно, надо понимать, что с точки зрения жизни, если ее рассматривать не с точки зрения биологической жизни, а чуть-чуть пошире, то, конечно, с этой точки зрения эта жизнь продолжается, и государство, право и общество развивается. Наверное, надо еще сказать о том, что я осмелился, и вы увидите на прям в оглавлении, что я фактически каждого назвал как-то. вот Гавриил Романович у меня предтеча, спиранский посол. Модест Андреевич Корф, я его назвал книжником. Почему? Ну, во-первых, Модест Андреевич, он был очевидцем, он жил вместе с Пушкиным в лице и учился вместе. Он работал вместе со спиранским его любимым учеником и работал над сводом законов. Он был официальным биографом Николая I и он создатель государственного библиотечного дела, и поэтому я его так. Лучше было, конечно, его очевидцем назвать, но я нашел работу, там исследователь уже его назвал очевидцем, мне как-то было не очень прилично. Второй раз, поэтому я его назвал вот так. Ну, наши друзья Шишиневича я назвал Моцартом право, по-другому я не мог его назвать, потому что этот человек при таком возрасте и такой гениальности, я не знаю, это работа и вообще по всем направлениям права, конечно, приоритет гражданское право, но по теории права просто блестящая работа. Я еще раз хочу сказать, в избранных у нас выйдут работы, которые ранее не опубликовались после 17-го года. Вот. И также из, наверное, таких вещей, которые я взял на себя, здесь каждому очерку у нас есть эпиграф, который я подбирал очень тщательно и очень, ну, как мне кажется, он как раз характеризует изначально, как, собственно, эпиграфы должны быть. Вот. Почему вот эта ленточка здесь нарисована? Для гуманитариев это неизвестно. Это лента Мебиуса. Лента Мебиуса это такой парадокс, знаете, да? Когда круг берешь, переворачиваешь края, то получается такое двумерное изображение. И получается, что если идти по этой ленте Мебиуса, будешь в ту же точку приходить, только с другой стороны. И получается, что у нас право-то дорога к праву не прямая линия, не прямая дорога. А мы все время идем и все время с какой-то другой стороны. Мы возвращаемся к тем же самым проблемам. И мы видим, что на сегодняшний день работы Шершиневича просто самые лучшие, они очень современные. Работы Спиранского ну просто хоть сейчас бери и раздай всем депутатам, которые умеют читать, конечно. Вот. Работы Сергея Сергеевича ну просто на злобу дня, ну и так далее, и так далее. Конечно, с этой точки зрения мы движемся, но никак не можем вот выйти все-таки. Поэтому у нас также все вот представители здесь, герои очерков, делятся на революционеров, если так можно сказать, на тех, кто двигает право и на тех, кто охраняет то, что завоевано. Потому что понятно, что были разные периоды времени. Кто-то отличился в том, чтобы вот, допустим, старший Набоков, который был министром юстиции, средний был депутат, младший известный писатель. Вот. И старший, он и занимался и судебной реформой, и был период, когда шла контрреформа, когда были уже подготовлены проекты решений по отмене суда присяжных и так далее, и так далее, вот он все-таки смог этому противиться и смог как-то это отстоять. И отстоял, слава богу. Вот. И, конечно, с этой точки зрения еще раз хочу повторить, что можно прочитать и отдельный очерк про кого-то, но если прочитать, у меня дети тоже были студентами, тоже юристами, как ни странно, и они все время требовали, все время требовали, чтобы я немного писал, потому что если будет написано много, никто читать не будет. Вот. И с этой точки зрения, как вчера на презентации Сергей Вадимович Степашин сказал, хорошо, что небольшая, потому что есть шанс, что кто-то что-то прочитает, да. Вот. Вот у меня нет каких-либо иллюзий, что это что-то такое, вот. Но, тем не менее, с учетом того, что информация очень много новой, и с учетом того, что я старался не казенным языком писать, это написано не как я писал комментарии или книжки по праву, а это именно жанр достаточно такой сложный и исторический, и не знаю еще какой. Ну, правый, конечно. Вот. Коллеги, давайте записки, в конце концов. Будем, если они есть. Спасибо. Спасибо. Так, а у вас какие очки я забыл? Плюс? Минус? У кого плюс очки есть? Я забыл в портфеле. Так обрадовался, что приехал. Плюс квадра плюс два, они комбинированы. Ну, попробуем. А то я читать буду. Так, ну, я буду читать. Да, спасибо. В ответе на вопросы издательства статута вы говорите о ленте Меобиуса, которая изображена на НОДА. Она относится к непрерывным объектам. Хотели ли вы сказать, что право развивается будет... Знаете, лента Меобиуса это не бесконечность. Это другая история. Это не бесконечность. Это лента Меобиуса. Это другое немножко. Она похожа на бесконечность, но я говорю, что она немножко так заворачивается. Хотели ли вы сказать, что право развивается неизбежно будет возвращаться с точки своего старта? Да, я считаю, что право должно развиваться, право должно, безусловно, двигаться. И мне кажется, что мы должны из этой ленты Мебиуса все-таки вырваться и попытаться сделать какую-то прямую дорогу и воспользоваться тем опытом, который есть у нас. Вот, поэтому вот я бы так ответил с учетом. Так, о господи, ну что же вы издеваетесь, что ли? Так, уважаемый Павел Владимирович, хочу сказать, что очень благодарна вам за то, что спасибо, вот таких побольше записок, за чудесную возможность. Ваша лекция очень продуктивна и интересна. Мне очень важно, как будущему юристу. Спасибо. Спасибо. Так, актуально для современной России размышления Маклакова. Да, 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 о праве, об обществе, правах человека, государства и так далее. Спасибо большое за то, что спросили. Знаете, я вчера на презентации увидел Генри Резника. Он пришел, я его не звал. Он пришел. Вот, я говорю, Генри Маркович, ты вообще что тут делаешь-то? Вот, он говорит, я как узнал, что ты про Василия Маклакова написал, я, говорит, пришел обязательно послушать и сказать тебе спасибо. Значит, один из героев очерка это Василий Маклаков. И спасибо, вот кто-то читал его, спасибо вам большое. Потому что этот человек, он не просто был забыт после 1917 года, а он просто был вычеркнут, он был запрещен. И при том, что Маклаков был один из самых лучших адвокатов Российской империи. При том, что он огромное количество дел провел, включая, кстати, Выборгское дело, очень много антисемитских дел он провел, очень много уголовных. Ему Лев Николаевич Толстой, тоже, кстати, вон он, посматривает за нами. Лев Николаевич Толстой, он с ним дружил, и он ему подбрасывал различные дела. И в том числе он много раз по просьбе Льва Николаевича защищал конкретных людей. И очень интересная, конечно, была судьба у него. Дело в том, что Временное правительство его назначило послом России во Франции. И он пришел получать соответствующие грамоты именно в тот день, когда произошла вот эта самая эволюция. Вот, и, конечно, видите, но, тем не менее, Маклаков, конечно, был против советского строя. Он, тем не менее, различал идеологию Россию. И, конечно, с точки зрения России он всегда помогал России. И помогал, кстати, эмигрантам достаточно много. Когда началась война, он помогал, участвовал в помощи именно уже Советскому Союзу. И, кстати, когда началась война, нацисты его арестовали. Вот, и он некоторое время просидел в тюрьме. Вот, и потом, когда его выпустили, он был известный человек как юрист, с мировым именем, в эмигрантской среде, вообще, как общественный деятель. Вот, у него сразу спросили интервью, как вам вот посиделось-то. Он говорит, любой адвокат должен посидеть для того, чтобы что-то делать. Вот, это я никого не призываю. Вот, ну вот, реально, конечно. И человек написал достаточно большое количество книг. И вот эти вот воспоминания, о которых здесь, видимо, указано, о правах человека, о судьбе либерализма, о судьбе демократии, о судьбе права, о антисоветских и антиконституционных каких-то проблемах. Он очень много написал, блестящий язык, блестящее, вот, понимаете, название воспоминания. А погружаешься, ну, просто великолепно просто. Если прочитаете его, как герой очерка, может быть, захотите, мы в избранных тоже его работы публикуем. Вот, я его еще читал переписку, которая издана была в Америке, переписка, ну, его уже потомки разрешили ее опубликовать в Америке. Конечно, просто удивляешься вообще, от каких, в общем-то, людей, ну, избавилась страна в твое время. Так, будь у вас возможность задать одному из апостолов какой-то один из личных вопросов, какой бы он был, о чем бы вы спросили, и с кем из них бы больше всего хотелось бы побеседовать, будь у вас такая возможность. Очень хороший вопрос, Айдар. Да, Рустанович, спасибо. Ну, вы знаете, так получилось, что когда вникаешь во что-то, когда ты пишешь там про договорное право, или когда пишешь там про наследственное право, ну, про наследственное может, конечно, присниться, не вопрос. Вот, а когда ты пишешь про кого-то, то реально такие беседы происходят. Это не значит, что у автора крыша поехала, это просто значит, что вот какие-то эти размышления, они, конечно же, есть. И мне посчастливилось с четырьмя из этих героев почерка быть знакомыми. И я задавал те вопросы, которые я хотел спрашивать. Я спрашивал у Сергея Сергеевича про право, и один раз я у него спросил, в чем смысл жизни Сергея Сергеевича. Он сказал, что смысл вообще-то в труде. Вот, и я считаю, что это, наверное, правильно. Ну, я бы еще семью, конечно, добавил. Вот, ну вот мы спрашивали у Владимира Ивановича Теребилова, когда передавал Сергей Вадимович Степашин, будучи министром внутренних дел, а я министром юстиции, когда передавали тюремную систему, мы спрашивали у него, ну вот, Владимир Иванович, придется делать. Он говорит, зря это вы делаете, вообще-то. Вот, лучше всего заниматься законодательством. Ну, а вообще, так говорят, если перейдет в министерство юстиции, наверное, все-таки тем, кто там находится, будет немножко получше. И с этой точки зрения Владимир Иванович был, конечно, великолепный человек. Как-то у него мы спросили, а кого... Вы знаете, что министерства юстиции в период Хрущева не было. И когда пришел Леонид Ильич, мы все время у него спрашивали, ну как, расскажи, Владимир Иванович, как вот, вы расскажите, как вы вот создавали министерство юстиции. Вот, он говорит, ну, в общем, все ему говорили, надо создавать, надо создавать. Леонид Ильич говорил, что да не надо. Потом Косыгин ему сказал, что да, наверное, надо создавать, даже у китайцев есть министерство юстиции. И это был последний аргумент. Было создано в Министерстве юстиции Российской Федерации. Вот, и после его назначения он стал подбирать себе первого заместителя. Запросил анкеты... Это Юрий Хамжатович, я сейчас к нему приду. Вот. Вот, он запросил анкеты секретарей обкомов с юридическим образованием. Ему выдали, и он подобрал, кого вы думали, Михаила Сергеевича Горбачева он подобрал. Вот, он был секретарем обкома и был с МГУшным образованием. Вот, когда он отправил его, значит, анкету, Суслов вызвал, Владимир Иванович сказал, что нет, его не трогай, у нас на него другие виды. Вот. Сергей Вадимович обычно на эту тему говорил, Степашин, что азарят страна была бы другая. Вот. Я не знаю, другая или нет, но точно лучше или хуже, я не знаю. Но точно, по-моему, другая. Вот. Со Станиславом Антоновичем мы, вот, который здесь, мы практически до последних дней, да, вместе работали. С Юриком Амзатовичем Калмыковым, который был до этого. Мы работали в Министерстве юстиции, и, конечно, тоже достаточно большое количество вопросов приходилось задавать. Ну, конечно, наверное, с точки зрения цивилистической, из тех, кто давно уже ушел, наверное, все-таки Габриэль Феликсович Шершеневич, наверное, Спиранский. Ну, наверное, так вот. Спасибо за вопрос. Так, дальше. Да, придется потом просить, наверное. Планируете ли вы книгу по известным юристам Древнего Рима и Византии? Ну, вот это да. В общем, вопрос такой. Планирую ли я книгу по известным юристам Древнего Рима и Византии? Ой, я нет. Боюсь, что нет. Это было бы вообще с моей стороны. Во-первых, семья бы моя точно распалась. А во-вторых, у меня знаний столько нет, конечно. Вот. Ну, вот, тем не менее, вот сейчас, буквально два дня назад я сдал книгу «Наследственное право». И там наследственное право рассматривается с точки зрения еще с древних, но славян. Как оно начиналось, как с греками договор Вещего Олега небезвестного повлиял, в том числе, на наследственное право, как византийское право повлияло на наследственное право русская православная церковь. Так что, какие-то, может быть, фрагментики где-то есть. Но специально я не возьмусь. Ну, более того, я думаю, что, наверное, такая литература есть и про римских-то юристов точно есть. Вот. Спасибо. Так. Конечно, не хочется отрицательные ответы давать. Ну, что делаешь? А, какие бы пожелания вы дали студентам? Нормально. Какие пожелания? А? Ну, пожелания удачи. Ну, а так, конечно, на самом деле, знаете, любой студент у него есть, как говорится, два аспекта. Субъективный и объективный. Объективный это где ты учишься, какие преподаватели. Мне кажется, с этим здесь все нормально. И субъективный это, конечно, то, что сам хочешь ты что-то взять или нет. Потому что взять здесь можно. Сам хочешь или не хочешь. Если хочешь, то бери. Даже это для низкопробных учебных заведений актуально. Потому что сейчас информации полно. А уж для такого учебного заведения это вообще просто я думаю, этим надо заниматься. Есть еще на стыке субъективный и объективный вопрос или аспект. Это то, в каком ты коллективе вообще находишься. Почему он на стыке? Потому что и ты формируешь свой коллектив вокруг себя. И он тебя формирует. Поэтому здесь тоже очень важно с кем ты, зачем ты, для чего ты. Коллективы разные бывают. Так, классификацию коллектива давать не будем. Как юридический опыт мэра Шершеневича может быть использован при реформировании гражданского законодательства, проходящего на современном этапе. Конечно, может быть использован и конечно вот тот язык, то простота языка, то использование материала самого разного от римского до я не знаю, там германского, французского, византийского, того же, австрийского и так далее и так далее. конечно, те институты, которые в общем-то существовали и существуют, развиваются те последствия, которые дают существование того или иного института, они дают какие-то плоды и конечно, ну, я не знаю, как мои коллеги, но у меня эти два автора всегда и на прикроватной тумбочке и на столе и так далее. Ну вот сейчас с тем же наследственным правом мы знаем, что внесен соответствующий законопроект, где новые формы распоряжения на случай смерти предлагаются. В частности, там предлагается договор наследственное, в частности, там договор предлагается совместное завещание и учреждение фондов. Так вот, если вы посмотрите учебник Габриэля Феликсов Шершиневича, то вы увидите, что он пишет что в мире известны три формы распоряжения. Это завещание, договор и закон. То есть, он пишет про договор и дальше оговаривается. Но поскольку, поскольку наше французское законодательство, он писал еще до революции, но поскольку, поскольку наше гражданское законодательство очень близко к французскому, ну мы понимаем, да, почему, потому что спиранский сделал свод законов, и вот, а у французов нет, у нас тоже его не оказалось. И поэтому у нас, вот в отличие, он перечисляет, в каких странах есть, у нас вот его нет. И он описывает, как договор наследственный, как он заключается, какие последствия и так далее. Ну почему, вот совершенно современная вещь, которая указана у Габриэля Феликсовича, почему этим не пользоваться. Уж я не говорю про то, что фактически вот книга его, которая называется «Наука гражданского права», он взял на себя такой труд, он фактически провел обзор по всем институтам гражданского права, обзор всей литературы, которая существовала на тот момент. Понимаете? Это просто вот берешь, допустим, право собственности, берешь там юридические лица, еще что-то, еще что-то, и вот вам полный обзор всей литературы. То есть вам не надо сидеть там что-то, ковыряться, там, я не знаю, годами вы взяли, посмотрели, что-то выбрали и пошли ковыряться опять. И с этой точки зрения, конечно, вот эти фундаментальные вещи, они, мне кажется, современные не только сегодня, и завтра, и послезавтра, и так далее. Поэтому спасибо за вопрос. Знаете, проблема еще в чем? Конечно, в интернете все есть. Кстати, то, что там все есть, это тоже заблуждение, не все там есть. Очень многие вопросы, как я говорил, мы находим в архивах и так далее, и так далее. Я не сомневаюсь, сейчас опубликуем, появится это тоже. Но, тем не менее, конечно, интернет, он дает, может, какие-то направления твоей деятельности, исследований, ну, как-то подтвердить, или опровернуть, или что-то еще дальше найти. Википедия замечательный продукт, не вопрос. Но им надо просто его использовать именно как вот, как Википедию, а не как, допустим, истинно последней инстанции, потому что, если вы что-то решили дальше исследовать, вам надо первоисточники, безусловно, брать. в чем вы видите роль Казанской школы на современном этапе? Напрашивается ответ, приглашайте почаще, но это шутка, конечно. Я, вы знаете, склонен к тому, что у нас на сегодняшний день у нас есть несколько центров юридических. Ну, два спорят между собой, Москва и Санкт-Петербург, но пускай спорят, но есть такие центры, как Екатеринбург, как Саратов. Конечно, Казанский университет, где все пропитано правом, где, в общем-то, вот это все от учителей к ученикам передается, конечно, мне кажется, здесь поколение подрастает, ну, не может быть просто по-другому. Не все, конечно, но значительная часть будут и выдающиеся, и криминалисты, и цивилисты, и так далее, государства веды, и так далее. Я про право только говорю, я про других не говорю, пусть кто-нибудь другой скажет. Вот, и с этой точки зрения, конечно, мне кажется, что вот надо нам аккумулировать все юридические центры, чем, в общем-то, мы и занимаемся. но, во всяком случае, я этим точно занимаюсь. У нас есть, конечно, чуть не сказал, экстремисты, но есть люди на нашей профессии, которые считают, вот есть только одна школа, и все. Вот есть вот это, 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 все. Все остальные, как говорит один великий человек, поэтому не буду назвать его фамилией, что прозябаете там в провинции. Вот. Александр Геннадьевич Долгов понял, про кого речь идет. Вот. И на самом деле, конечно, это не так. Конечно, вот эти школы, они, безусловно, должны быть представлены в проектах и в различных изданиях. Ну вот, мы, когда готовили комментарий ко всем четырем частям Гражданского кодекса, мы как раз и поставили себе цель именно такую, чтобы у нас были все лучшие школы. И у нас, конечно, присутствует и Питер, и Москва, но у нас присутствует и Казань, у нас присутствует и Саратов, у нас присутствует и Екатеринбург, и у нас присутствуют как преподаватели, так и судьи. То есть у нас мы постарались вот по такому принципу сделать немножко, не знаю, какое многофункциональное, не знаю, какое слово здесь подобрать, просто не думал над этим вопросом. Но, конечно, и в проектах, и в коллективах, монографиях нужно всех учитывать, это безусловно. Так, продолжаем использовать очки. Если есть сеть, да, апостолов, право. А, если есть апостолы, право, должен быть и Бог, право. Кому именно можем мы присвоить данное звание? Данное звание мы можем присвоить праву. Я и вот эти наши апостолы, послы права, права, они как раз несут учение правовое, учение права. И они несут сами через своих учеников, через своих последователей. И в данном случае, конечно же, под правом мы понимаем более широкое понятие, чем даже закон. Право, это понятно, что это шире. Это очень долго, наверное, сейчас говорить про это. Но вот сейчас вот эту точно надо читать. Вот спасибо, здесь уже поняли, что слепой пришел. Кто, по-вашему, мне 13 апостол? Знаете, если кто-то религией занимается, то там есть 12 апостолов, но там есть еще апостолы, их достаточно много, можете посмотреть. И, конечно, вот в первой главе, которая является вводной, которая, кстати, так и называется «Апостолы права», здесь говорится про многих коллег наших, которые ушли, здесь говорится только про тех, которые ушли, в виде апостолов, естественно. Вот, и здесь многие из них названы. Теперь, что касается наглости, которой я набрался, это, безусловно, мой субъективный выбор. Безусловно, когда я думал, кто будет Маклаков или Плевака, или еще там есть очень известные адвокаты, я, безусловно, изучил и тех, и других, и третьих, но все-таки по тому, что человек сделал, по тому, что человек оставил, вот я выбрал вот так, можно было по-другому. Никто не спорит этих наших сегодняшних юристов, что Державин, что Спиранский, что Корф даже не спорят, вот, что Муромцев, вот, что Шишиневич, но по-другим спрашивают, вот, а почему тот, не тот, не этот, еще раз подчеркиваю, это мой субъективный выбор. Я, вот, историю права двухсотлетнего представляю себе через этих великих юристов. Кто-то может представить себе по-другому. С удовольствием почитаю такую книжку, с удовольствием полемизирую, я с удовольствием приду. Вот, это правда, это выбор такой достаточно субъективный, поэтому вопрос, кто тринадцатый, выбирайте. Кто, я не знаю, у вас тут, у вас тут смысл самый главный в цифре или кто следующий? Самый главный в цифре или кто следующий? Кто иуда? В этом все вопросы. Да, ну, вы знаете, вы меня не удивили, мне уже такие вопросы задавали, да. Какие трудности возникли при написании книги? Да, трудности временные, семейные, финансовые, какие еще назвать, не знаю, но и психологически, конечно, это очень тяжело, потому что, ну, про некоторых я вот уже про Спиранского у меня были, да, что-то было написано, про, ну, и про некоторых что-то я уже готовил, про некоторых вот правда использовал свой административный ресурс и с помощью вот коллег, которых я ни разу не обманул, сразу все отдавал, вот, все эти работы и, конечно, погружение, это очень тяжело, это немножко надо было отрываться, отрываться от жизни, вот, ну, в хорошем смысле, вот, это вам судить, насколько получилось, насколько нет, сколько вот тоже, времени у вас ушло на написание 12 апостолов права, есть ли кого-то, кого вы не смогли, не хотели бы упоминать в своей работе, это вот замечательный вопрос, почему, потому что самый большой цензор кто? Тот, кто сам пишет, ну, если он еще далеко не зашел, да, вот, самый большой критик своей работы, ну, вообще работы кто? Сам автор, если опять-таки далеко не зашел, вот, ну и так далее, поэтому, конечно, знаете, юристы, изменившие право государства и общества, у нас же такие были, да, Вышинский еще не изменил государство и общество, Андрей Ягуарович, как его звали, который придумал царицу доказательств и так далее, так далее, извините меня, Владимир Ильич Ленин, вы его здесь все, видимо, любите, но я его назову, вот, и так далее, у нас было достаточно много юристов, которые изменили, но я-то смотрю именно с точки зрения права, и права как положительного качества, а не как каких-то других вещей, поэтому, конечно же, я первоначально думал вот про это написать, что вот, и даже начал, что-то у меня какие-то наброски были, почему я таких-то, таких-то не стал, хотя они очень сильно повлияли на наше государство, общество, но потом думаю, ну, что про них писать, и, в общем, отодвинул пока до каких-то других времен, может быть, не настанут, ну, настанут, откопаю где-нибудь в ящиках своих, вот, поэтому есть люди, о которых я действительно думал, но не написал, есть люди, которые конкурировали, но я выбрал вот этих, опять-таки, субъективно, в жюри был я сам, очень удобно, наш барьер. Вот, спасибо, отличный вопрос, так, в истории России вопрос, да, было много, да, это правда, выдающихся юристов, полемизируете ли вы ваши книги с другими, да, правильно, юристами, да, где-то полемизируем, вот, но цели, вот, именно, как критиковать кого-то, здесь в данном случае нет, полемика у меня в других работах, вот, есть каких-то институтов, того же гражданского или семейного права, были у нас разные периоды, да, допустим, был период, когда свято поверили в манифест с коммунистической партией, помните, Маркс и Энгельс написали, вот, они там написали, что наследственное право надо упразднить, что большевики сделали, вот, и были у нас профессора, которые это обосновывали, вот, ну, что сделаешь, вот, там же в этом манифесте семья фактически упразднялась, предлагалась упраздниться, у нас тоже был период времени, когда с семьей поступили примерно так же, как с наследственным правом, там было даже написано, что нужно обобщить детей, мы тоже это помним, вот, я не знаю, в каком состоянии можно было такое все это написать, но мы, как, когда учились, мы это все изучали, вот, и с этой точки зрения, конечно, вот, какие-то полемические вещи, абсолютно, если без них не обойтись, то, конечно, это тоже присутствует, но если где-то было можно обойтись, я в данном случае обходился. Добрый день, так, вопрос следующий, используете ли вы в Государственной Доме при разработке фундаментальных нормативных актов, опыт дореволюционного законодательства, в том числе, те труды, которые вы приводили в вашей новой книге, и как это происходит. Да, я уже об этом сказал, мы это делаем, и, конечно, и свод законов гражданских мы используем, мы используем те обоснования, вот была замечательная книжка, своего рода комментарий, такой необычный, член рабочей группы по гражданскому уложению, по подготовке проекта гражданского уложения, который не был принят, такой был Тютрюмов, профессор, вот, он, сделал такую книгу, каждый, во-первых, к действующему своду он сделал статью, практику судебную, высказывание на эту тему, различных юристов, и вот, это было, ну, достаточно все обоснованно и понятно. Потом он сделал то же самое к проекту, последнее издание он в Прибалтике сделал, уже, по-моему, в 20-х годах, вот, и, конечно, эта книга, которая, ну, в общем-то, вот вам энциклопедия того, от чего нужно отталкиваться и как нужно продолжать работать. И, конечно, мы это все используем. Точно так же, как мы используем работы, как наших светил, так и мы используем работы, авторифераты и различные монографии, исследования, которые нам присылают молодые наши коллеги. Мы это тоже используем, все эти журналы, которые, слава богу, еще живут. Абсолютное большинство уже, в связи с кризисом и другими всякими обстоятельствами, уже перестали существовать. Но те, кто есть, мы смотрим, читаем, исследуем, время находим, на всяком случае. Пытаемся находить и используем. Так, благодарить за интересную лекцию, которую, так, 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 вопрос. Как бы вы назвали Дмитрия Ивановича Мэйера? Ну, я вот бы его назвал отцом гражданского права. Так бы я бы его и назвал. Вот. И, конечно, если, как я уже говорил, посмотреть на его биографию, на то, как он все это делал, как удивительно все это у него происходило. Был еще такой человек, Крылов, который в Московском университете читал римское право. Все его вспоминают, все на него ссылаются, но работу он не оставил. И у него не оказалось таких учеников, которые бы после конспектов создали бы вот такой учебник. А вот здесь, в Казани, такие ученики нашлись. И мне кажется, это, конечно, здорово. И еще раз хочу сказать, что вот у меня спрашивают часто студенты, вот как гражданское право изучать? Вы там, типа, все меняете постоянно. Это правда, динамика изменений и жуткая, неправильная. Я с этим согласен. Но вот по гражданскому кодексу идет модернизация, мы что-то меняем. Время, мне кажется, пришло. Но вот спрашивают, а как учебник последний 10-го года? МГУ выпустило в 1910-м году. В 2010-м году, правильно? У вас же выпустили, да? Вот. Других учебников нет. Что делать? Я как раз и говорю, берите мэра и читайте право. Вы же учите не законодательство, не гражданский закон, а учите именно право. Следовательно, с точки зрения права, лучше учебников не придумаешь. Хотя учебник, конечно же, нужен. Безобразие, что нет. Так, как вы оцениваете Оцениваете Единого Гражданского Порциального Кодекса? Когда этот кодекс окончательно примут? Я руководитель рабочей группы. Как я могу оценивать? Не знаю, что сказать. Кто-нибудь другой бы руководил рабочей группой? Я, может, побольше бы сказал. Но у нас срок осенью этой у нас мы рабочей группы сейчас разделили у нас по главам и по главам мы концепцию приняли, как вы знаете, она опубликована. И сейчас рабочие группы представляют нам главы. Еще не все представили. Но мы никуда не спешим. Мы не хотим в авральном порядке принимать такой закон, как Единый Гражданский Порциальный Кодекс. Мы хотим, чтобы он был выверенный, чтобы был точный и чтобы нас ни Кремль, ни Дума, ни Совет Федерации не гнал, что давайте быстрее, давайте быстрее. Мы хотим его делать четко и правильно. и профессионально. Так что пока такая история, как появится текст, мы его, естественно, еще раз переработаем все вместе уже с водной рабочей группой. И дальше, конечно, мы его вывесим. Но думаю, что это днями считать нельзя. У меня была одна история, когда у меня друг есть, профессор в Екатеринбурге, вот, мы с ним ужинаем, вот, подходит его дочек, говорит, ну, тогда меня еще дядя Паша называла, вот, сейчас по имени учиться, она говорит, дядя Паша, не принимайте, пожалуйста, УПК. Я говорю, почему? Она говорит, нам через две недели сдавать экзамен по уголовному процессу, вы сейчас примите, и все, типа, мы все завалим. Вот, если для этого, то не бойтесь, все хорошо. как вы считаете, в современное время есть такие люди, которые можно назвать апостолами права? Максим, да, спрашивает. Вы знаете, я уже этот критерий сказал, один из критериев, это человек, человека нет уже на этой земле, поэтому он вот здесь, вот, здесь апостолами не называются те, кто сегодня есть, и это, наверное, правильно, потому что мы можем, конечно, говорить о ком-то, и есть выдающиеся у нас юристы, вот, но все-таки, наверное, должно еще какое-то время пройти, чтобы вот можно было бы так назвать. Ну, это опять моя позиция. Как вам удается совмещать личную жизнь с профессиональной деятельностью? Да. хорошо, хорошо, хоть никогда, хоть будете, да, совмещать вопрос, но сложный, конечно, вопрос, с точки зрения того, что дети, взрослые, это уже лучше, но внуки появились, понимаете, жизнь идет, сложно это все совмещать, но вы знаете, меня семья понимает, и когда я сижу в кабинете и что-то пишу, то имеет право ко мне зайти только собака моя, все, больше никто не имеет права ко мне зайти, и вот как-то это не вызывает каких-то скандалов, не вызывает каких-то там споров, более того, в хорошие времена это же доходы какие-то приносило, вот, сейчас это уже все сложнее и сложнее, но уже, знаете, подсел, не остановишься, сколько у вас времени ушло на работу над книгой, я не отвечал, да, на этот вопрос, отвечал, да, спасибо, хотел еще раз ответить, интересно, разные были бы ответы, почему вы стали юристом, ну, наверное, тоже через какие-то личные переживания, через какой-то личный не думают, что я хотел, у меня вообще в семье никого юристов не было, после уже все юристы кругом, и дети, и племянники, и так далее, все юристы, династия целая, а брат даже старше этого юристом стал, вот, до этого как-то не задумывался над этим, наверное, где-то лет 15-16 дома возникли проблемы семейные не внутри семьи, а вовне, связанные с нашими, вот, и они оказались юридические, и тогда стал что-то вот поглядывать на то, как должно быть, вот, ну, а когда пошел служить в доблестную советскую армию, там у меня как-то эта мысль укрепилась, после армии, вот, поступил Свердловский юридический институт. Ну, а дальше вы знаете. Так, у нас сколько еще есть время? Минут пять? Вот, буду красивый почерк выбирать. Виктория Вадимовна пишет, что натолкнуло вас на написание книги, можете ли вы, опять 13 апостолова, по каким критериям вы выделяли, я уже, по-моему, сказал, да, но за записку спасибо, за почерк особенно. Так, так, Ксения пишет, Павел Владимирович, как вы думаете, имеет ли смысл говорить о преемниках так называемых 12 апостолов права? Или уже рассуждать о существовании столь значимых людей в праве юриспруденции еще рано? Нет, я думаю, может быть, рассуждать рано, но то, что такие люди будут появляться, я вот как-то в этом смысле оптимист. И с этой точки зрения, конечно, у нас есть все возможности. И у нас огромное количество проблем с правом, с тем, что, как применяется закон, какие последствия вот тех законов, какие существуют. И с этой точки зрения, наша профессия, если ей заниматься по-настоящему, она будет всегда актуальна. для чего вы дали все-таки, для чего я дал все-таки вот эти подобрали прилагательные. так, при работе над книгой вы изучили множество документов. Почему ограничились только очерками? Не получается, не хотите ли продолжить работу, о каждом написать целую книгу? Знаете, это, я боюсь, что это, не просто, не смогу это сделать. Конечно, если бы было бы еще там вторая, третья жизнь, можно было бы, наверное, этим заняться. Но я, как уже говорил, какие-то ограничения для себя ставил. Вот я уже начал говорить, что-то уже начал писать. Вот. И, например, по Пугачевскому восстанию я там привожу статистику, страшную статистику, которую никто никогда не приводил. Вот, она из древолюционных источников. Вот. И я на несколько страниц написал там выводов всяких, но потом посчитал, что лучше это убрать. И на самом деле я сам немножко подкорректировал и не стал вот эти уж далеко заходить. Каждый видит эту статистику, пусть посмотрит, как что происходило, как в крови умывалась страна. вот. А там и так выводов достаточно, на мой взгляд. В том числе и, может быть, ну, немало, короче говоря. Так. Какими чертами характера на ваш взгляд, обладать современный юрист. Я думаю, что надо в первую очередь честным быть. И сейчас уже даже как-то это не модно. А раньше вот назначали на должность и говорили, вороватый человек или не вороватый. Вот. Так вот, лучше не надо. Все-таки юрист, он должен право защищать и права. так. Ну, здесь вопросы повторяются, мы, наверное, ответим на них. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Я просто хочу вас всех поблагодарить. Спасибо за то, что вот столько терпения нашли слушать вот то, что я тут говорил. если вы еще найдете какое-то время и почитаете работу, несмотря на то, что я все время буду икать, вот, вы меня будете вспоминать, я все равно буду икать в хорошем смысле, знаете так. С восторгом. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, я уверен, что в силу это время было замечать. Она долго у нас запомнится. Я хочу, чтобы он должен запомнить, что он сегодня здесь будет решить от вашего очень маленького, на что ее нет. Вы можете назвать вам. Я хочу вернуть шутку и всегда радарить Новгородовича у нас в Казани, в нашем институте. И всегда здорово с ним. Ждем его. Благодарю вас.